очень рано утром там соседний дом номенклатурный был там журналисты телевизионных много было всяких международников нас работала вот они там вдруг в пять в шесть утра начали выходить машины срабатывали сигнализации 19 августа видимо всех вызывали разбудили вот и где-то уже 8 утра 7 8 утра уже известно что произошел гкчп я поехал на биржу там уже были брокеры много все очень волновались и мы приняли несколько решений таких что главное решение что никого гкчп плевать мы на них хотели мы их не признаем будем бороться значит какие-то решения принимали сомнительные потом долго я жалел об этом там оружие начали приобретать ну серьезно все так по-взрослому утром патриарх проводил в кремле какое-то богослужение такое торжественное чуть не первый раз меня пригласили еще не сильно верующий но это мероприятие было вот и патриарх мы с ним знакомы были мы так коротенько перекинулись я бы сказал свою позицию очень простую плевать мы хотели на этот гкчп и вдруг патриарх не помянул власть там полагается так сказать благословить власть вот демонстративно этого не сделал ну гкчп имеется ввиду вечером кстати был конгресс соотечественников такая штука была кгб организована но соотечественников всех организовать кгб не удалось видимо вот поэтому я тоже выступил меня очень ругали вот эти организаторы но я все то же самое сказал власть мы эту не признаем 19-го же значит интернета тогда не было но была очень мощная информационная сеть основанная на факсах биржевая сеть тогда у нас пара советскому союзу было примерно полторы две тысячи точек куда мы могли посылать факсы разослали позицию разослали чуть позже указ президента ельцина боролись по-настоящему без дураков тут же собрались президенты всех остальных бирж 19-го же вот банки там мы посоветовались решили что нет мы их не любим не признаем эту власть и договорились что 20-го выступаю значит 20 рано утром собрались сняли со стен огромный флаг вот этот 100 метровый российский он у нас красиво висел на стенах почтамте у меня тогда была очень сильная охрана и система безопасности очень сильные бывшие видимо и действующие чекисты но такие сочувствующие скажем так вот я им сказал сейчас понесем флаг там охраняйте и они сказали что центр перекрыт вам придется идти по бульварному кольцу и примерно я уж не помню где примерно вот арестуют вас метров через 500 на бульварном кольце все готово уже там машинки погрузят всех 2000 брокеров я сказал хорошо что же и вот в момент когда мы выносили флаг из здания биржи с мясницкой я принял такое решение самостоятельно двигаться через центр там для танки и и надо было повернуть направо на бульварное кольцо все ожидали а мы я повернул налево сказал идем туда это очень неожиданно было наглость была такая они не ожидали этого и пошли по мясницкой по площади дзержинского вниз по охотному ряду до тверской я помню мы шли в такой гнетущей тишине то есть там на улице народ торговал когда нас видели все замолкали тишина и вот это вот ощущение на площади огромной дзержинской ни одной машины там где-то в углу бронетранспортера они не ожидали наглости такой и мы прошли и дошли до тверской там танки я подошел к офицеру которую ты сказал ребят лучше пропустите крови столько будет не надо так прошли прошли они говорят нас нет приказа пропускать я говорю а вы вроде не заметили вот танки чуть-чуть подвинули мы так и пройдем ну они не очень хотели действительно сражаться подвинули мы прошли но когда мы оказались уже на тверской там народ там народ повеселее посмелее и тут вот это все начало к нам прилипать весь народ вот от начала тверской до известий мы дошли я думаю что к нам присоединилась есть известные фотографии из известий снято я думаю что тысяч сто присоединилась вот за этот короткий промежуток потому что там народ гулял и как то так волновался когда мы дошли до белого дома значит дошли до маяковки повернули налево это уже была зона где не было танков повернули налево дошли до белого дома я думаю там 300 400 тысяч мы привели тогда там с утра я заезжал там в общем мало народу было девятнадцатого утром днем там было человек пятьдесят двадцатого ну может быть тысяч десять вот когда мы привели там 400 тысяч конечно другая история вот повесили флаг этот на стену белого дома тут же митинг так ельцин выступал с танка в окружении охраны а тут 400 тысяч до поддержка народ и вот там я произнес эту фразу которая почему-то оказала очень сильное воздействие на запад о том что бизнес ГКЧП не поддерживает а